Мне очень нравится учиться, я училась всю жизнь. У меня первое образование юридическое, я закончила еще первый университет в 90-м году, и тогда же я поступила, тогда это еще была аспирантура, потому что мне хотелось чего-то большего, чем просто обычное высшее образование. И здесь совершенно случайно я наткнулась на информацию, что в ИСМИ тоже открылась докторантура, набирался как раз первый курс, это был 2009 год. Периодически менять среду, периодически менять тип общения, стиль общения, ранг общения, вот это ощущение не покидает, это стремление, если оно у человека есть, оно все равно прорывается. И для меня это вылилось в желание снова учиться. Я поступила в СЭБУ на MBA, благополучно отучилась, это было обучение по выходным дням, то есть два с половиной года у меня были заняты все субботы и каждое второе воскресенье, и потом, когда я закончила, я удивилась вообще, сколько свободного времени дают субботы и воскресенья человеку, как много оказывается свободного времени, чем его можно занять. Очень подстегивает, скажем так, вот эту необходимость организовывать себя, когда у тебя есть достаточно ответственная работа, когда у тебя есть семья, у меня двое детей, у меня младшему сыну вот сейчас будет 7 лет, он пойдет в школу, мама закончила, он пойдет. Старший сын у меня тоже уже взрослый, он в этом году заканчивает магистратуру, то есть так у нас все получилось, опять же, спланированно, я закончила докторантуру, потом старший сын закончит магистратуру, и младший сын войдет в школу, то есть я пойду третий раз в первый класс. И единственное, что я могу сказать тем, кто поступил со мной в одно время, но пока еще не находится на стадии защиты, не откладывайте, потому что времени нет, его не будет никогда. Если вы не спланируете свою жизнь так, чтобы выделить для нее время для этой защиты, или для этой работы, вы просто никогда этого не доделаете. Поэтому чем быстрее, тем активнее, пока есть запал, пока есть энергия, пока есть драйв, это нужно делать, иначе отложенное в долгий ящик, это никогда не случится. Продолжение следует...